Дорогие друзья, хочу сегодня обсудить вопрос, который всех волнует, посоветоваться. Речь идет о территории Саратовского авиационного завода. Вы знаете, что эта тема постоянно звучит у нас в городе. Все хотели бы, чтобы на землях Саратовского авиационного завода возродилось предприятие, чтобы у нас появились новые рабочие места. На сегодняшний день состоялось первое решение. Часть земли, некогда неправомерно изъятую из государственной собственности, удалось вернуть вновь собственность государства. Сегодня порядка 71 участка находится под обременением суда. И давайте дождемся решения по всем землям, которые имеют отношение к МОП-ресурсу. А это здание бомбоубежищей, это и рулежки, это и взлетная полоса. Речь идет о рассмотрении вопросов, имеющих отношение к 394 гектарам земли, после чего правильно было бы собраться и обсудить, что будет дальше. Сегодня мы прорабатываем, как один из вариантов, возможность создания на землях, которые, надеюсь, государство сможет себе вернуть, индустриального парка. Это решение в дальнейшем позволит привлечь инвесторов и создавать в рамках индустриального парка высокотехнологичное предприятие с тем, чтобы появились новые рабочие места и были члены в бюджет. Мы этот вопрос обсуждали с губернатором, обсуждали буквально вчера с министром промышленности и торговли Российской Федерации. И более того, если только у нас это решение состоится, есть уже задумки, какие из крупных зарубежных компаний мы могли бы пригласить для того, чтобы они развернули в Саратове свои филиалы, свои предприятия. Сама территория бывшего инвесторного завода находится практически в сердце заводского района. Это Волга, которая находится вблизи. Все эти факторы необходимо учесть тем, чтобы завод не привносил каких-то напряжений для жителей. Поэтому надеюсь, что мы еще к этой теме не раз вернемся, но уже в середине текущего года, надеюсь, выйти на обсуждение индустриального парка, который можно создать будет на землях, возвращенных в государственную собственность. Спасибо вам большое.